Здравствуйте, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим важные события, которые ожидаем сегодня, также обсудим, как отчитывались крупные компании на этой неделе и какие отчеты ожидаем сегодня. Ну а прежде, чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Я уже получил вопрос по поводу стратегии с точки зрения инвестирования, но я думаю, что мы обсудим это уже в последующих видео, когда у нас на рынке будет чуть меньше горячих тем и мы сможем посвятить этому отдельный выпуск. Ну а сегодня важное событие на рынке, это заседание как раз ФРС. Собственно, сейчас мы с вами видим то, что рынки несколько замерли в преддверии этого заседания и фактически весь последние два дня, то есть мы видели S&P 500 немного обновил локальный максимум, подойдя вплотную к обменке 4200, затем немного скорректироваться, то есть сейчас такое боковое движение, боковой настрой. Что ждать от ФРС? Ну, во-первых, скорее всего, ставка останется на прежнем уровне и риторика не изменится, то есть будет продолжаться ситуация с продолжением как раз увеличения инфляции, парива с безработицей, ну, в принципе, все как обычно. То есть здесь, скорее всего, вряд ли какие-то сюрприз мы можем ожидать, но рынок уже, скорее всего, это закладывает, поэтому мы торгуемся так высоко. Вероятность того, что коррекция, которая случится в мае, да, может случиться в мае, вероятность этого повышается, потому что есть, опять же, такая известная поговорка на Wall Street, sell in May and go away, то есть продавай в мае и уходи. Вполне вероятно, что развитие подобной ситуации мы в ближайшие пару недель сможем увидеть. Если посмотреть пока на ожидания, то фактически уже, да, показатель поменялся, в понедельник мы смотрели, что была 10%, 10% вероятность того, что ставки могут повысить, но, конечно, рынок этого не ожидает, и сейчас она стала еще меньше, то есть 97%, больше 97%, потому что ставка останется на прежнем уровне. Ну, скорее всего, это так и произойдет. Плюс, что интересно, во-первых, на этой неделе, отчитались уже Tesla, да, Tesla, в принципе, сделала хороший отчет, но акции компании, понятно, перекуплены, было небольшое движение вниз на 4%, все-таки пока Tesla, ну, в моменте, да, не порадовала, да, с точки зрения инвесторов, потому что мы увидели коррекцию, ну, пусть и небольшую, но тем не менее. Также отчитались Microsoft, Microsoft несколько скорректировали вчера после отчета, хотя он также выглядит позитивно, но, опять же, акция торгуется на локальных максимумах, и отчитались Google, да, Google в данном случае вырос примерно на 4%, рост выручки на 34% за, в годовом выражении, то, что, собственно, также и понятно, то есть, к компаниям из сектора фанк, да, то есть, фактически, коронавирус был только на руку, и поэтому их доходы, выручки растут, поэтому здесь, ну, в принципе, все, как и ожидалось, да, также было опубликовано. Сегодня еще отчитаются Apple и Facebook, отчет будет после закрытия рынка, но, опять же, вряд ли какие-то сюрпризы мы можем ожидать, кстати, максимально подробно мы обсудили отчеты и что можно ожидать от этих компаний на подкасте 2трейдера, который мы записываем каждый вторник, выпуск уже доступен, ссылка в описании к этому видео. Поэтому сегодня, как раз сейчас уже рынки открылись фактически таким небольшим боковиком, поэтому все ждут заседания ФРС, будут ли какие-то сюрпризы, и если будут, то тогда рынок, скорее всего, на это среагирует. Среагировать может как и позитивно, но, опять же, сейчас тот фактор, что мы находимся на локальных максимумах, да, на исторических максимумах, он может как раз и дать коррекцию. С другой стороны, если мы находились уже в коррекции, то та риторика, которая может поддержать рынок, она могла бы как раз поспособствовать продолжению росту ключевых инструментов и падению американского доллара. Но сейчас ситуация несколько иная. И давайте посмотрим, что у нас происходит по инструментам. Во-первых, по евро. По евро у нас, ну, фактически апрель заканчивается позитивом. Мы отыграли то падение, которое было последние 3 месяца, тем ростом, который произошел в течение апреля, да, то есть в течение месяца мы растем. И с одной стороны, мы, опять же, сейчас перекуплены, да, здесь я для себя пробовал открывать несколько позиций на шорт, но мы видим, что рынок продолжает идти вверх. И фактически сейчас, в текущих уровнях, здесь я для себя уже рассматриваю переход как раз в фазу роста. Поэтому буду искать покупки по данной валютной паре, потому что сейчас тренд, он меняется, меняется по данному инструменту. Здесь более разумно как раз искать уже покупки. По британской валюте ситуация, она примерно такая же. Здесь мы с вами видим то, что общая динамика опять переходит в фазу роста, да, после той небольшой коррекции, которая состоялась как раз последние пару месяцев. Вполне вероятно, что можем уйти опять же в коррекцию, но опять же с текущей, по текущей ситуации, которую мы видим, вероятность продолжения как раз роста, она сохраняется. Пока у меня здесь остается отложенный ордер, и здесь я чуть уменьшу риск, да, то есть опять же оставлю скорее всего вот одну эту позицию на сегодня. Здесь именно по данной валютной паре на продолжение как раз укрепления британской валюты против американского доллара. Если зацепит мой как раз отложенный ордер, то вот в этой позиции здесь я бы еще поучаствовал. Ну вот сейчас немного уменьшил риск фактически для входа, но пропорционально с точки зрения соотношения риск-прибыль, в принципе, сделка выглядит довольно-таки неплохо и довольно-таки интересно. Да, вот ее пока здесь оставлю. А по паре американский доллар, канадский доллар, ну что же, здесь мы реализовались опять движение в область минимальной значения, то есть мы дошли до минимума, который мы увидели в марте, тренд сохраняется. И с одной стороны здесь я для себя думаю тоже рассмотреть возможность перезахода на покупку, но опять же с меньшим риском. Соответственно, сегодня если пара сможет закрепиться выше максимума, который были сформированы вчера, то я для себя попробую зайти как раз на укрепление американского доллара, то есть сыграть по британской валюте, как здесь я уже сказал, то есть на укрепление британской валюты против американского доллара. И здесь разнонаправленно попробовать войти как раз на рост американского доллара. То есть это две фактические идеи, которые немного противоречат друг другу, но мы с вами видим то, что тренд по данной валютной паре, он фактически здесь и не менялся, как это мы видели по британцу, по евро-доллару. Поэтому позицию пока здесь оставляю. Доллар иена продолжает отыгрывать то падение, которое было. Фактически здесь я для себя, да, рассматривал возможность зайти на продолжение роста, но заходил я, ну как всегда ставил отложенные ордера, цена не дошла до моего отложенного ордера, поэтому сейчас здесь я позицию удалю. Но в целом, да, сценарий здесь реализовался. Вполне вероятно, что еще до уровня 109.70 мы можем подрасти. Но опять же здесь будем смотреть, как ситуация будет дальше развиваться. Если мы дойдем до 109.70 и затем уже будет коррекция, то вот по этой коррекции здесь я бы для себя рассмотрел, как раз заход на продолжение роста, да, на американского доллара. Австралиец здесь немного корректируется. Последние два дня, опять же, мы пытаемся продолжить как раз движение восходящее. Вообще здесь торгуется такой боковик. И фактически сейчас мы находимся в середине этого канала. С одной стороны, покупки здесь остаются в силе, да, но не по текущим уровню. То есть где-то по 76, 76.50, 76.60. Вот здесь было бы более интересно зайти. Конечно, по 75, 70.50 еще более этот заход был бы интересен. Но пока здесь остаюсь не рынка. То есть сейчас я, опять же, до заседания ФРС постараюсь минимально, да, какие-то идеи реализовывать. Только если не будет какой-то повышенной волатильности. И вот, ну, по британской валюте здесь я позицию оставлю. По новозеландцу здесь, опять же, мы видим попытку перехода в фазу роста, да, по данному инструменту. Соответственно, здесь коррекция, которая здесь будет, там, например, в область 70-90. Я бы рассмотрел как раз, как возможность перезайти уже непосредственно в позицию на ослабление американского доллара против новозеландского доллара. Поэтому здесь жду коррекцию, буду на это обращать внимание. Золото. По золоту, как я и говорил, рассматривал для себя шарты. Здесь отложенный ордер у меня все еще стоит, но уже я его могу удалить. То есть я рассчитывал на то, что он сработает в понедельник, но цена туда не дошла. Уже мы обновили локальный минимум и фактически здесь сценарий уже реализуется. Поэтому здесь пока эта ситуация остается не актуальной. Если мы увидим перехай как раз 1785 долларов за трусскую унцию, то, скорее всего, на 1800 еще сможем сходить. Поэтому здесь я отложенный ордер сейчас удаляю. Индексы. По индексам здесь мы видим возобновление как раз роста. Были неплохие уровни для того, чтобы перезайти как раз 23 апреля, но эту ситуацию я для себя пропустил именно по индексу DAX. В целом сейчас, если DAX может закрепиться выше отметки 15300, то продолжение как раз роста здесь мы можем увидеть. Тем более запас хода здесь все еще остается, в отличие от индекса S&P 500. Поэтому здесь все выглядит довольно-таки неплохо. Если, например, находитесь в покупках, то здесь их имеет смысл продолжать держать. А по S&P 500, опять же, мы на локальных максимумах. Вчера был новый исторический максимум. И мы видим, что последние несколько дней, особенно на этой неделе, все тяжелее и тяжелее индексу расти. Если сегодня мы уходим ниже отметки 4175 долларов по индексу S&P 500, то как раз вероятное развитие нисходящей коррекции здесь мы можем увидеть. Особенно если будет после как раз решения ФРС. И какой бы позитив ни поступало от Apple, от Facebook, конечно, не все входят в индекс S&P 500, но техническая коррекция уже назревает и может реализоваться в ближайшее время. Поэтому здесь нужно быть аккуратным, уж тем более с покупками. Вот short здесь может быть, но шортите S&P 500 я не буду. Я буду покупать после как раз коррекции, которая здесь может произойти. Ну и нефть марки Brent. На этой неделе мы подрастаем. Собственно, сегодня торгуемся уже в области 66.50. Хотя вчера новый локальный максимум за эту неделю мы показывали на уровне 66.80. Поэтому здесь пока планомерно нефть продолжает немного подрастать. Вполне вероятно, что до отметки 68 здесь еще можем дорасти. Но опять же здесь, если посмотреть дневной таймфрейм, то да, есть попытки как раз вернуться опять в восходящий канал. Но посмотрим. Если удерживаемся выше отметки 64, то пока этот канал сохраняется. Мы видим, что амплитуда снижается. И как сжимается такая пружина. Вот то, что сейчас происходит по нефти. Поэтому вполне вероятно, что оба сценария здесь вероятны. Особенно если для того, чтобы визуально лучше это видеть, то вполне вероятно, что мы можем вот здесь начертить такую фигуру, треугольник. И выход как вверх, так и вниз может принести как раз импульс. То есть мы можем фактически выйти в обе стороны. Хотя для продолжения роста, на мой взгляд, факторов не так много. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Индексы Dow Jones тоже в таком боковике. Nasdaq тоже в небольшом боковике. В ожидании как раз заседания ФРС. Собственно все, внимание сейчас приковано к этому. Поэтому ждем. Ждем, что нам скажет Powell. Ждем, какие будут заявления. И то, как рынок на это соответственно будет реагировать. Тогда ситуация уже на ближайший месяц, полтора, она будет плюс-минус более понятна. Поэтому здесь, как что мы можем ожидать в ближайшие 2, 3, 4 недели. Это вероятно, что будет коррекция 5, 7, 10%. И вот как раз эту коррекцию нужно использовать на то, чтобы перезаходить или в акции, которые также могут просесть на чуть больший процент. Или если говорить о индексе S&P 500, как самом, как инструмент для трейдинга. То искать возможности как раз перезайти в него на продолжение тренда. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошего торгового дня. Ставьте стоп-лоссы, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Вопросы в комментарии оставляйте. И мы с вами увидимся в пятницу. И посмотрим как раз, как прошло данное заседание. И как рынки на это среагировали. Всем спасибо за внимание. И до свидания.